Всем привет, друзья. Утро одет меня сразу. В теплицу загоняет. Вот идет. Ну что там? Не растаяно? Там до конца южный не растаян. Да? Если бы я не убрал это, то это же теплоизолятор, вы не понимаете. А, ну ладно. Сейчас посмотрю. Понятно. Да-да-да. Сейчас. Сейчас иду. А, ну это надо, да. Потому что нам надо стесать вот это, чтобы ровненько выстелить. Сейчас дед снял первое слое. Сейчас оно оттает. Вверх. Да. Это у него тут туалет, да, точно. Не скачи по туалету. Касаемо Байкала, друзья, в общем, рассказываю. У собаки много места, чтобы бегать. Потому что многие почему-то все время пишут, почему вы не гуляете. А чего с ним гулять? У него на пол огорода вольер. У него... Сейчас я вам покажу. Здесь, наверное, метров шесть, да? До забора. Да. Метров шесть. И туда поворачивает еще метров пять. Там туалет в углу. Да, там в углу туалет. Бегает. Не показывай. Так, что они... Это самое... Я рассказала, и все. Да. У него достаточно места, чтобы разминаться. У него только... Да, да, да. Ах, 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 вот. Поэтому не понимаем вопросы вот эти вот. Касаемо того, что... Что? Ты решил сверху показать всю площадь? Да. Ну, на, покажи. Хорошо, все видно. Так что все с ним нормально. Не переживайте. Наверное, просто кто-то нам пишет, он считал, что вот это все, что это у него есть. Это у него не все. Это у него, можно сказать, спаленка тут. Здесь он только спит и ест. А бегает он там. Поэтому особой нужды еще какие-то ему бега устраивать. Ну, я не знаю. Но если вам нравится, и если у вас позволяет времени, делайте как хотите со своими собаками. А у нас все собаки всегда жили в этом большом вольере. И радовались жизни. И особо специально куда-то их выводить и выгуливать. Ну, я говорю, это, собственно, каждый сам решает. Если он покупал собаку, чтобы ходить с ней выгуливать, при этом надо час утром, час вечера, у меня такого времени нет. Поэтому какие вопросы? Мы сделали все условия, чтобы она жила комфортно. Когда покупали, брали именно на вольерное содержание. Как бы заводчики сами этого требуют. Вольер у нас по всем стандартам даже больше. Не маленький вольер, понимаете? Поэтому не переживайте. Он не страдает каким-то гиподинамизмом. Туда-сюда, как челнок носится, ему этого вполне хватает. Ладно, пошли. Сейчас завтрак будем готовить. Все, друзья, мы дорассадили последнюю рассаду. Да? Да, малышня? Да? Да. Помидоры закончили. Ну, там еще есть, которые были досеяны. Они еще маленькие, потом позже уже будем рассаживать. А так все, пикировку закончили основной массой. Достала сейчас виноград. Он меня порадовал. Начали пробиваться уже корешочки. Видите, где прорезы делали, они из этих прорезов лезут. Вот тут, вон там, смотрю. И что я сделала? Сейчас, в общем, воду сменила и сделала ее с энергеном. Да, то есть, калий добавила, видите, коричневатая водичка. Это вот этот вот энерген аква для рассада, для семян. В общем, ну, короче говоря, будут питаться. Маленько калия добавлю, чтобы корни побыстрее выходили. Потому что они уже пошли. Ну, вот, такие дела. Паутинку замечаю. Видимо, с теплицы еще клеща притащила. На вот этих вот листиках есть паутинка. Вот я хочу, сейчас это, антиклещ, наверное, разведу, да, обрызгаю все. Эта мадам от меня не отходит. Если я сюда, она сюда ляжет рядом. Если туда сажусь, она рядом туда переходит. Ни в какую. У нас сегодня на обед мы гуляш тушили. Ну, как на обед? Матвей с дедом уже поели. Вот уже осталась Алеша порция. Здесь варим масол опять. Супик, наверное, какой-нибудь сварим. А здесь это вчерашний буряр, собственно. Особо готовкой сегодня не занимались, потому что надо доделать помидоры. Уже устали, честно говоря, уже три дня сидим с ними. Хочется закончить. Все закончили, так что сейчас пойду размещать. Надо их еще найти, куда разместить уже. Мало-мало мест. Ну что, друзья, мы уже отобедали давно. Уже даже вдохнуть, что у меня сегодня какая-то усталость накопилась с этими посадками. Видимо, обедали с супиком нашим диетическим без картошки. Капуста там, у меня морковка, томатная паста, укроп целый пучок искрошила. А тут у меня такая вот красота пришла. Я для делов хозяйских сняла, что это за посылочка такая. А моя мадам от меня не отстает. Ты моя мадам. Мадам маленькая. Вот. Такие вот дела. Печенчатой мы нет. Сейчас пойдем скоро на улицу сходим. Борю надо идти кормить. Игорь у нас пришел с хоккея. С хоккея. Ну как там? Все растаяло уже, поди? Да. Да? А как ты плаваешь вместо этого, чтобы кататься-то? Нет? Очень жарко. Очень жарко. Эфим тоже сейчас ходил гулять. Здесь мокрый пришлось, пришлось ему голову феном сушить. Вот так вот. А я тебе тут для Володской что-то пришла посылочка. Так что можно тебе головку помыть, будешь красавчик. Что? Ну сейчас покажу. Пока зрителям не говорю, потому что я на дела сняла обзор этой посылочки. Фима лежит пока, отдыхает после прогулки, устал. А я только пошла, а там снег пошел. Сейчас я вам покажу погоду какая-то. Что? В поход пошли мы с вами гулять. Фима сегодня... Я говорю, подожди, я пойду. Он меня не дождался. Не могу, говорит, больше ждать. Пойду, тебе, говорит, не дождаться. В общем, ушел. Сейчас мы к Байкалу из свиной мисочки. Печень вчера, слушайте, не доели. Заелись называется. Кушай, печенка вкусная. Я тебе сейчас... Что-то я взяла свинье свалила. Я думаю, сейчас Байкалу лучше отдать было. Он же печенку-то ему полезно. Давай, вот сюда тебе положу. Моешь. Печенку лучше собачки, чем поросюшки. Поросюшка так поест. Я ему нашла кусок старого сыра. Еще моего. Но он как бы ничего ему не сделал. В холодильнике ему намельчило поросенку тоже. Да, это овощи. Тут какие-то травку, да хлебушек. В общем, так. Сейчас Байкалу по полной накормим. Да, вкусная печенка. Давно не ели печень-то с мекелкой. Что-то не доставалось. Тут, думаю, отдам Байкалке. Вот так. Такие кусочки наши. Это печень куриная. Вот у меня почему не стали ее толком есть. Видимо, потому что она куриная. Смотрите, какое небо. Только что снег. А нет, идет даже. Видно. Ну, сейчас сильно шел. Видимо, выпало разом все из этой тучки. Но так-то вроде здесь голубое, здесь облачка. В общем, вот так. Ой, сейчас очки поправлю. Сегодня малявка-то наша. Я нагнулась к ней. Смотрите, что дверь клинит. Поцеловаться, так сказать. Наглонилась. Она мне за дужку очков схватила. Очки стянула. Но, слава богу, хоть с ними не убежала. А то она еще... У нее сейчас привычка. Она что схватит, то скорее бежит в свой домик. Утаскивает. А то бы еще сломала. Ой. Да, действительно, Мяша под ногами тоже. Прям-таки ощущается. Сегодня с Алешей пойдем думать, куда нам возить навоз. Сейчас, потому что здесь, конечно, у нас все горит. Какой-то процесс пройдет неплохо. Видите, как горит. Парит аж все. Вот, открыли тут дверь, чтобы оно активнее. Кислород поступает. Горение тоже идет. Вот. Это тоже пойдет все под кабачки. Все это увозить будем. А так, просто сейчас у деда Паша уже телега наполняется. Сейчас он заберет. И нам, получается, опять некуда складывать навоз. Вот. Такая у нас проблемка. Будем думать сейчас. Приду домой. Может быть, с бабушкой еще кого-нибудь предложим. Может, нужен кому-то навозик. Навозик-то. Так. Ну, что кричим? Что? Кто-то снется, что ли? Нет? Привет, Борис. Сегодня уток еще чистить собираемся. У Бори тоже уже надо чистить. Все грязненький становится. Надо приборкой, в общем, заниматься. Не знаю, как Алеша сегодня с работы, в каком придет состоянии. Так. Ну, давай. Ну, хорошо, он эту чашку деда, вот они, это. Вкусненько сделала я тебе, давай, ешь. Там и капуста тебе, и морковка, и сыр. И маленькой печенью пахнет. Вкуснота. Сейчас твою миску найду, воды тебе налью. Вот. Сейчас тоже писала я Надеждой Жирковой, мы общались. Но она меня как? Она меня спрашивает про гороховый суп. А я вот не помню, я снимала гороховый суп, как я делаю суп пюре-то, вот гороховый. Или не снимала. Ну, давайте яйца соберем. Давайте яйца соберем. Тоже уже опять у вас влажно. Ой. Вот. И на полу кто-то снесся, кто-то не на полу. Ой, а кто яйцо с вами раздавили все-таки? Вот. И сейчас я вам, в общем, расскажу. Сейчас вот яйца соберем. Расскажу, как делать, потому что не помню, снимала или не снимала, честно говоря. Но Надежде-то я написала, но все равно проговорю, потому что, если, думаю, так не снимала, ой, то это... Ничего, камера не замарала? В общем, технология интересная, суп этот приготовить можно быстро, гороховый. Вот видите, что вот. Одна курица какая-то несет очень тонкая, это... Скорлупа плохая. Вот так. А! Кто меня кусает? Совсем обнаглел, что ли? Взял меня, куснул. Ты что? Сроду ты меня не кусал. Тут начал, да? Иди отсюда. За ногу чапнул, о? Паразит какой. Что, она ему далась, моя нога? Давай обратно, куда пошла? Давай. Давай. У меня травма, друзья. Смотрите, как цапнул. Больно, зараза. Все, я без штанов больше к нему не хожу. Пошла в этих бриджах. Смотрите, до синяка ударила прямо в вену. Паразит. Тебе секер-башка придет скоро? Ты в курсе? После того, что ты мне сейчас сделал. Ага. Ходит он, важный. Хозяев не знает. Ни разу не налетел. Налетелся. Больно. Гаденыш. Прям взял в вену. Сняк сразу расплылся в ноге. Ой. В общем, суп. Гороховый. Как я его делаю? Сначала варим у бульон, как обычно. Когда бульон у нас проварится, изымаю оттуда мясо. Ой, это кость или мясо, если мясо. Бывает, куском мясо ложу. Изрезаю его меленько. Туда морковку на терочке натираю. Луковицу натираю. Что еще? Вроде так и все. Ребятишкам-то они же не любят никакие приправы. Особо ничего больше не добавляют. Вот. То есть мясо, морковку, лук спустила. Можно, если хотите копченый запах, положить какой-нибудь кусочек там чего-нибудь копченого. Просто для запаха. На самом деле копчености, они ведь не очень полезны. Поэтому я ничего не ложу сейчас. А если просто для запаха, то, говорю, можно маленький кусочек положить, запах будет. Потом беру горох обычный, сухой. Промывать его, получается, нельзя, потому что тогда этот метод не получится у вас. Вот. А если... Я не могу, у меня так рано больно. Я вам покажу еще раз. Смотрите. Вот так вот плюются петухи дикие. Вот. То есть, получается, горох, когда будете для этого метода покупать, нужно купить все-таки чистый. Ну, качественный, короче говоря. Не просто там на... Бывает, знаете, даже с камушками бывает. Ну, это когда дешевый совсем. Все-таки берите получше, подороже, чтобы он был чистый. Вот. Можно цельный, можно колотый горох взять. Его в эту... В кофемолку. Самую обычную. Маленькую у меня кофемолочку. Туда помещается всего 3 столовые ложки этого гороха. Вот. И мне приходится делать 3 такие закладки. То есть, заложила, измолола, ну, долго мелю, наверное, секунд 15 точно. Мелю, мелю, прям, чтобы он самый мелкий был. Один раз даже делал, знаете, как через сито потом просеивала этот горох. Ну, чтобы вообще был супер, без всяких вкраплений. Тогда он получается прям вообще, как магазины, что ли, да, с пакетиками. Но там, конечно, в магазине, там из крахмала будет. Здесь крахмала-то нету. Горох сам только дает такую густоту. Вот. То есть, можно еще и через сито просеять. Можно не сеять. Вот. И таких 3 за ложки получается. То есть, ну, грубо говоря, 9 столовых ложек. Но это на мою кастрюлю. У меня там литра 3 бульона получается. Нам этого хватает, всем по порции съесть. Вот. То есть, где-то на 3 литра. Ну, вот так посчитать. Если 9 столовых ложек, это где-то полтора стаканчика гороха. Вот такую мисочку. И когда он кипит уже, морковь, лук спустить можно уже все туда. И сразу же он закипел и начинаете всыпать. Можно не в кипящий, кстати говоря. Еще, наверное, лучше будет. Тогда точно без комочков. Ну, а на комочки как? Тут комочки-то такие получаются. Ну, может где-то одним комком. Там где-то слипнется. Вот. Ну, а вообще комочки и не получаются. Поэтому просто всыпайте. Но на всякий случай берете венчик и хорошенько бьете. Суп этот, да, взбиваете, чтобы комочков не было. Ну, бывает там один комок какой-то слипнется и может залипнуть на дно и пригорать начать. Это бывает. Вот. Все. Подвзбили. На маленький огонь поставили. Каждую минутку встаете, помешиваете. И на малом огне варите еще где-то минут, не знаю, 8-10. Вот так вот. Смотря как мелко вы измололи. У меня на самом деле кофемолка-то такая, дешевенькая. И она, ну, есть там крупинки, крупненькие бывают. Поэтому я 10 минут варю, чтобы уж точно наверняка все разварить. Вот. И, по сути, 10 минут и суп готов, если так разобраться. Морковка проварилась, лук проварился за 10 минут, горох проварился, стал суп густущий. Такой суп пюре. И все. И не надо ни картошки туда добавлять, ничего. То есть он, по сути, получается такой диетический. Для нас само то, и при этом то, что он густой, он сытный. А если вы еще, если у вас бульон вдруг был недостаточно жирный, ну, на всяко бывает. Бывает жирный, а бывает нежирный бульон. Когда бульон нежирный, то очень вкусно добавить еще топленого маслица. Можно прям в тарелочку, можно в кастрюльку. Он, во-первых, придаст такой обалденный сливочный аромат, особенно вот масло, которое я сама делала. Ну, такой запах сливочный. Я вчера что-то на нем поджаривала. Я уж не помню, яйцо, что ли. Такой запах расходится. Просто вкуснятина. В общем, и в этот супик запустили. И будет вам счастье. Еще и по жирам выйдете, если кто на кето. Ладно, все. Я со своим урожаем и со своей раной. Меня аж оно испугалось. Я его, честно говоря, аж побленел. Пошла домой. Ну что, друзья, выехали мы сегодня. Надо будет сейчас на почту заехать. Посылочку эту, которую получу, хочу вам снять. И это уже другая посылка, не та, которая сегодняшняя, чтобы вы не путались потом. Сегодня один ролик выйдет тоже с посылкой, но это именно от Бонпри. Посылка. Просто хочу вам рассказать про эту вещь, потому что второй раз оказываю, мне она очень нравится. Поэтому прям надумала снять для вас ролик. Покажу. Поэтому вот так. Ладно. А потом мы проедем в этот, как называется-то? Вайлдберрис. Боксбери, Боксбери. Вот назвали же похоже. Вайлдберрис, Боксбери, что-то там. В общем, вот так вот. У меня там пришла вкусняшка одна. Тоже буду снимать ее на обзор. От Вайлдберрис. Потихонечку наберем, потом выставим ролик тоже. Ладно. Сейчас народу, чувствую, на почте будет. Уйма. Надо будет еще заехать за молоком. Наверное, сбегать быстрые помидорки. Хоть какие колдобины, а. Ужас, ужас. Все тает. Кошмар. Сегодня вообще у нас плюс четыре, наверное, до днем-то было. Все бежит, везде каша. Вот же творится. Вот такая каша-малаша. Люди идут, машины едут. Ужас. Ладно, пошла. Друзья, едем мы домой. Маленько подкупили продуктов. Снег пошел опять, видите. Среди весь день так то пойдет, то становится. И так хватает влаги, да еще вот сверху сыплет. Вот. Ну все. Домой едем. Сейчас хотим мы пойти у уток почистить, у свиньи. Вот. Такие планы. Кузя стоит. Домой попасть не может. Ой. Сейчас я сумки хоть заберу. Сейчас пойдем домой, Кузьмич. Мне надо ведро сегодня подставить, чтобы набежала мне вода. Да, она сегодня хорошо бежит. У меня уже нечем поливать. У меня правда сейчас долго не перевать. После пикировки, наверное, недели полторы я точно не поливаю. Вот. Пока там все, что просохло хорошенько. Ой-ой. Так вот, такие дела. Все, домой. Да-да. Пошли мы чистить у уток, у Бори. Смотрите, у меня корытиц на три штуки осталось. Ну так. После пикировки все ящики ушли. Вот, не знаю. Придется, если еще раз пикировать. Ну посмотрим, как мы с теплицей сладим. Если еще раз придется пикировать, то... Во. Туннель. Вот, это правильно. Сюда и сделаем гряду, как была, да? Удобно. И тебе возить. Дима, ну землю, ручки-то все. Давай как капюшон надевать, что-то ветер такой. Что, до земли копается, да? Да вот здесь. Дима, ну и что, классный домик. Да. Ха-ха-ха. Что-то ветер опять поднялся. Никелу-то в домик, чего не пустишь. А тут жить теперь будет. Ну и что, вот сколько сантиметров снега выпало за зиму, получается? Вот. Пол метра, да? Вот сюда я поросал снег, здесь нет. А он еще уже осел. А, ну да, он осел маленько. Ты хочешь до самого абрикоса копать? Нет, я вот так вот оставлю. А потом эти уже не пройти будут. Лучше бы в концовку-то. Он растает уже, оттуда ее не буду. Думаешь, растает, успеет. Ну еще, еще с метр-то расширь, да и хватит. Он ушел, что за лопаточный? Да. Он идет, да? Тут у тебя что? Это-это. Крыжовники. То есть еще не... Ну, что-то. Ну, на одну лопатку, если только. Немай, не забывай. Вот эту надо... Ой, какую лопату-то большую ты взял? Помощник. О, молодец. Ой, папа, не стукни его, а. Точно залетит ему. Тяжело? Тимка, что там дует ветер. Надо было тебе хоть одеть где-то. Капюшон. Ну, сейчас. Я здесь просто хочу построить туалетик для котов. Туалетик для котов? Да. Тьфу, тьфу. Матвей сегодня тоже на котов ходил до котов. Как бы не продуло его опять. Вот он. Вроде сегодня ему получше. Все, насморк. Удихомирился. Ну вот ветер-то такой, не знаю, если он ветер попал нехорошо. Ой, ладно. Пойдем, поглядим, кто тут у нас, как. Я же яйца даже не собрала, у меня петухку клюнула, я пока не собрала. Ладно, пойдем. Я выключаю камеру, здесь оставлю. Кулин, иди. Давайте, иду. Иди. На, иду-то, иду-то, на. Почистили маленькую укур, убрали тут спереду, а Боря ждет еду. Да, да, да. Я ему, наверное, много воды линула, слышали? Ну, вон. Ой, ой, зацепила камеру. Сейчас, подожди, поставлю камеру, а то он еще грохлется. Ну, котова. Давай, сейчас приеду кину. Окс. Клевай. Давай, давай. Сегодня день уборки. Посреди недельки, да? Чувствуешь, лето пришло, значит. Уже светло в это время. Кстати, уже был день весеннего равноденствия. 22-го года. А, еще, кстати, у нее не очень важно, но все равно он уже марается. Чтобы Боря был красивый, надо почаще убирать. Афима, еще домой шел? Он строит кирпичную стену. Где? Не съели, что ли? Ну, ага. Все, убрали мы у него. Да? Ну, привет, дружок. Привет, дружок. Привет, дружок. Вон, Матрейка, нам сено привез. Ой, ты сейчас дверку подержи только. Одну оставь, и потом. Все, привет, скажи привет. Всем скажи привет. Ну, вот. Смотри, там мешает отсюда маленько. Сейчас он сено. Ему уложу. Сегодня папа не разрешает нам опил брать, потому что, говорит, опила не хватит до мая, а на мокрую землю его высыпать не хочется, поэтому нам надо успеть до сухой, дотянуть до сухой погоды, чтобы уже вести опил по сухому. Поэтому экономим. Старое им сено будем пока ему подпилать. Ой, как красиво у тебя, да? Как у тебя цвет. Вот, цвет. Вот. Давай. Ай, хорошо. Ай, красота, да? Борис Иванович. Борис Иванович. Так, все. Давай сейчас. Ой, Фадей пришел. Ты, слушай, в своей желтенькой куртке лучше бы сюда не ходил. Ты замараешь ее. Иди давай туда пропахнешь, потом в школу и кив. В выходной-то зачем ходишь? У тебя же черная есть вообще-то, не выходная. Ты что? Давай, закрывай его. Закрывай его. Да? Да, вот она. Плотненько, не? Все, ну давай ты не опусти. Скажи, я ее утром постелю. Вот и. Что, сам будешь стелить? Ну, стели. Вот так вот мы хорошо постель настелили. Купаться не хочет. Тут Боря, я помню, у нас купался в этом сене. Ай, красота, да? Довольный ходит, проверяет. Ешь давай, сено, полезно. Сейчас я этим товарищам тоже настилю сено. Все, готово. Курочкам тоже подстелили. Сенца тут, где почистили. Вот. Ты им семечки кидаешь, что ли? Утки-то тоже радуются, смотри. Я там синий купаюсь. Куда ты пошел? Я же снимаю. Ты сборишь, что ли? Так, это все? Угу. Все, Матая, пойдем. Открывай. Так, Володя, Володя, Володя. Володя, Володя. Володя, Володя. Володя, Володя, сейчас струит и струит. Ха-ха-ха. Хм, Химка-химка. Смотри, аккуратно кушать. Пим, а ты что? Уже плюс вошадь потицу. Пятница теплее еще будет. Пим, ты что делаешь? Такая кристальная. Кристальная. Ну что, домой им сейчас этот навозец сыпать. Горяду делать, больше негде. Матвей, Матвей. Я не тупил. Первый, иди, иди. Микела, пойдем. Так, Матвей. 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 Светло, смотрите. Сходили, а уже восьмой час, и все еще светло. Так вот, ее дожди, если калитку закрой, и стердешься. Она не идет. Ну, туда пусть открытый будет. Ничего страшного. Ладно, друзья, пошли мы домой. Я замерзла даже маленько. Уже. Ну все, дома, друзья. Она сейчас. Фимочка сидит, лапшу свою ест. Красненький весь опять вспотел. Вот. А я сейчас буду посуду убирать. У меня тут горы и завалы. Опять сейчас все буду мыть. Вот. А с вами прощаюсь. До завтра. Такой вот сегодня был денек. Славный. Завтра еще лучше будет. Давайте. Всем удачи. До завтра. Пока-пока.